Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Напоминаю, что книжный магазин Москва, где продаются три моих книги, снизил доставку по городу в два раза, а если заказать все три, то вам их привезут бесплатно. Электронные версии можно скачать на сайте ридера, а на портале Vimeo лежат длинные платные лекции, которые тоже помогут скоротать вам карантинное время. Кстати, и здесь есть плейлист лекции с совершенно бесплатными роликами о разных операх, других музыкальных произведениях и творчестве режиссеров. Все ссылки найдете в описании этого видео. Спешу сообщить, что моя переписка с компанией унитель, заблокировавшей мой ролик про Лючию в Вене, закончилась тем, что ролик разблокирован и его можно посмотреть. Хотя теперь я записал новый ролик с тем же текстом, так что выбирайте на вкус. Сегодня в рубрике «Листая старые страницы» я решил наконец прочитать текст, который давно меня все просят опубликовать каким-нибудь образом. Это моя статья 21 февраля 95 года в независимой газете под названием «Сумерки богинь». Но сначала я хочу сказать пару вводных слов. В прошлый раз я рассказал про плохой сериал Магомаев, а мне пришли сотни комментов «Не трогайте любимого певца». Как-то люди совсем разучились слышать. Кстати, я считаю, что все и всегда имеют право трогать чьих-то кумиров, если их эти кумиры чем-то не устраивают. И сегодняшний текст, он как раз про то, что я в нем трогал своих кумиров, которые на моих глазах не могли сравниться с собой прежними. Мне было обидно, и я говорил об этом вслух. И еще, когда в начале 90-х образовалась газетная колумнистика по культурной тематике, почти все критики в те годы боролись за обновление и омоложение. Мы ждали новых героев и верили, что они изменят все виды искусства. И до сих пор я не готов взять все слова, сказанные тогда обратно. Потому что если бы к моим словам тогда, например, прислушались, то у нас бы сейчас не было звезды мировой оперы Казарновской, да и Мариинка, скажем, была совсем иной. А Гергеевское безостенчивое наплевательство на качество не разошлось бы кругами и не заразило бы новые поколения артистов. Поэтому я считаю до сих пор, что я правильно делал, что ратовал, скажем, за увольнение Григоровича и Лазарева из Большого театра. В любом случае, этот неповоротливый механизм нуждался в изменениях. Хотя, конечно, предугадать, что наше правительство назначит Владимира Васильева, тоже было невозможно. Кстати, то, как сейчас Лазарев дирижирует Стасики, говорит само за себя. Это его уровень. А Григорович давно свадебный генерал, который, если к чему-то прикасается, вроде своей же спящей красавицы, то только портит. Когда я работал в Большом театре и его как раз вернули, то я вспомнил какую-то неточную цитату из Теликовского, который писал в своих воспоминаниях «Иду по коридору, а навстречу старой злобной старикашка Петипа». Поэтому этот текст, который я буду сегодня читать, написан с любовью к артисткам, которые всю мою жизнь были моими любимыми исполнителями. И сегодня я также преданно люблю их. Хотя раньше я все же отдавал предпочтение образцову, а сегодня все чаще ловлю себя на мысли, что больше слушаю Архипову. Но в тот момент мне было неприятно, что они сами не могли уже достичь своего самого высокого творческого уровня. Поэтому родился этот текст. «Сумерки богинь» о концертах Ирины Архиповой в Кремле и Елены Образцовой в колонном зале. Сама мысль объединить в одной статье творчество Ирины Архиповой и Елены Образцовой покажется многим кощунственной. Две величайшие русские певицы всю жизнь держатся друг от друга подальше. Карьера тоже разводила их далеко, несмотря на то, что много лет на сцене существовал негласный спор. Две русские примадонны нашего времени, словно отрицающие сам факт всеобщего главенства сопрано, пели один репертуар. Они всегда шли разными путями, каждая по-своему добивалась места на вершине оперного Олимпа. Архипова принадлежит к поколению певцов, покинувших сцену лет 15 назад, как и ее подружка Галина Вишневская. Образцова пела с теми звездами, которые сейчас постепенно закругляются. Фрэнни, Скотта, Ричерелли. Холодную и академичную Архипову всегда можно было узнать по идеальному голосу, который заменял и заменяет ей актерскую природу. Порывистая, страстная и всегда убедительная на сцене Образцова, умела поставить недостатки своего диапазонистого вокала на службу образу. Архипова была певицей русской, ее международное признание связано с родным репертуаром. Театры Большой Четверки, как называют ведущие сцены мира, прибегали к ее услугам лишь трижды. Два раза это были громады Мусоргского Власкала и только единожды Трубадур Верди в Ковенгарден. Итальянский репертуар Кармен она пела, как все русские певцы прошлых поколений. Ее героини были русскими женщинами. И то, что 40 лет назад Марио Дель Монако назвал ее лучшей Кармен, ведь ничего сегодня не значит. Послушайте запись того спектакля в Большом или Дон Карло с Саидой. Поют-то по-русски и дело не в отсутствии итальянских слов. Образцовой же покорились все знаменитые площадки мира, где она пела, как лучшие итальянские примадонны в операх Верди, Маскани, Беллини, Даницети. Не скажу, что мне нравится ее Кармен и Далила, но ведь пела же она и эти партии. И в Мэтт, и в Вене. Обе певицы в равной степени успешно обращались и к камерному репертуару. Архипова в последние десятилетия отдалась ему целиком. Образцово же всегда умело сочетало камерное исполнение с театральными работами. Ее успехи в немецкой камерной музыке кажутся почти нереальным исключением на фоне всеобщих тенденций русского камерного исполнительства. И в романсах они были разными. Архиповой всегда больше удавался русский импрессионизм Рахманинова, а Образцово главенствовало в открытых душевных порывах Чайковского. Не встроившаяся в жесткую систему оперного бизнеса, как и другие певцы ее поколения, Архипова стала больше времени не уделять общественной жизни. Образцово же один за другим растеряло приглашение в Скалы и Мэтт, гастролирует по провинциальной Испании и обожающим всякую европейскую культуру без разбора азиатским странам. И теперь сама судьба, кажется, уравняла их. Именно поэтому я, рискуя навлечь на себя гнев многочисленных поклонников с обеих сторон, пишу о концертах по-прежнему величайших оперных певиц русской сцены вместе. Но кого же пропустить вперед? Придется отдать предпочтение Архиповой, первой давшей концерт в рамках проводимого фондом культуры цикла «Звезды в Кремле в Грановитой палате». Мысль написать рецензию на концерт Архиповой возникла у меня еще два месяца назад, после ее концерта в колонном зале. Получился фильетон, который я без жалости выбросил в мусорную корзину. Затем были дуэты Чайковского с Натальей Дацков-БЗК и соло в Грановитой, которые организаторы фестиваля превратили заранее в событие историческое, благодаря богатому антуражу. Ее поклонники любят говорить, зато Архипова поет уже 40 лет. Но слушатель не виноват в этом, и если через десятки лет певица поет для него голосом, уже лишенным приятности, то это ее вина, а не беда. Вот почему Мария Калас не пела, хотя и имела приглашение. Она хотела вернуться на сцену в своих коронных партиях «Нормы» и «Виолетты» или не вернуться вовсе. Вот почему никогда не приедет в Россию Владимир Атлантов, понимающий, что его вокальная форма уже далека от совершенства. А зачем же собственными руками, ну или голосом, разрушать в сердцах зрителей память о былых триумфах? Архипова давно поет в залах, заполненных наполовину самыми крепкими поклонниками. Даже во время элитарного действия в Кремле пустующие стулья выглядели как насмешка. Зато в тысячный раз можно услышать словословие в свой адрес, заверение в преданность ее былым заслугам, обхватить охапку шелестящих бесцеремонной фольгой букетов и насладиться своим царственным выходом через золотые ворота княжеских палат. Самое удачное из того, что я услышал в исполнении Архиповой за последнее время, было первое отделение концерта в Кремле. Духовная музыка Бортнянского и Чеснокова с мужским хором православные певчие напомнило о былых временах, когда первая леди русской оперы радовала не только жителей русской провинции. Желание петь, которое для певцов сродни болезни, должно нормироваться тщательно, как диета или лекарство. Редкие, но значительные выступления в той же Грановитой могли бы только послужить для дела дальнейшего процветания славы певицы, в то время как частые мелькания только отбивают желание у истинных ценителей слушать и видеть Архипову. Второе отделение с участием посредственного президентского оркестра, главный дирижер Павел Овсянников, уничтожило это светлое впечатление. Исполнение двух арей из кантата Чайковского Москва требует идеальной вокализации, особенно в переходе от почти сопранового звучания к бархатным контральтовым низам. И не поможет даже классная артикуляция, когда певица может похвастаться лишь несколькими сохранившимися нотами среднего регистра. Выхолощенный красными текст кантата сегодня как-то особенно режет слух. То же относится и к варяжской балладе из Рогнеды Серова, в которой необходима еще и мощь. В седьмом ряду уже не было слышно ничего, кроме плотных оркестровых пассажей, которые Архиповой так и не удалось прорвать. Многолетний опыт помогает, правда, певице доводить зал до экстаза с помощью всевозможных народных вариаций. Песни Ильиничной из музыки Глинке князю Холмскому и третья песнь Леля из Снегурочки в исполнении Архиповой все равно звучат, увы, уже невыразительно. Как не вспомнить тут образцову, которая в песне Леля всегда мастерски передает нарастание кульминационных припевов, а простенькие «Лель мой лель» в финале заставляют сердца слушать или сладко замирать. Но театр Ирины Архиповой и ее голос. Нет голоса, нет и театра. Русские народные песни, старинные романсы, которые она пела в декабре в колонном зале, вообще не вяжутся с ее академическим пением и царственным обликом. Концерт образцовый в колонном зале тоже проходил не в забитом до отказа зале. Публику можно понять после многочисленных программ, впечатлявших широтой и размахом в той же мере, что и тщательностью отбора произведений, несколько последних лет образцово гоняет одно и то же ассорти из шлягерных романцев и арий. В первом отделении несколько романцев Чайковского в перемешку с ариями из опер Масне, Безе и Сен-Санса, во втором романсы Рахманинова, прослоенные сантуцами. На закуску еще и старинные романцы. Казалось бы, певицу больше не ангажируют ведущие театры, самое время заняться составлением новых концертных программ. Мир звезд жесток и требователь, а за его пределами то и дело тянет на вольные хлеба. Где обещанная уже несколько лет в разных интервью программа из произведений Габриэля Форре, Боюсь, никогда мы ее не услышим. Да и нужен ли малопонятный форе публики, который заполняет теперь зал на концертах образцовой? Вот Кармен заводит всех. Но Примадонна уже просто не вытягивает эту партию. Захлебывается в сегидилье, выдает непонятную ноту в финале Хабанеры, а выхолощенный однообразный звук пытается исправить с помощью своих открытых низов, которым раньше находилось лучшее применение. За деньги люди хотят получать удовольствие, а не вникать, почему Ария Далилы скорее напоминает езду по ухабам, а в слезах вертеровской шарлоты утопаешь, как в сладком сиропе. Рядом звучат романцы «То было ранее весной» и «Средь шумного бала Чайковского» или «Сирене и все отняло у меня Рахманинова», в которых мы опять слышим гениальный дуэт образцова Чачава. К слову сказать, Ваша Чачава единственный на земле человек, сумевший объединить двух богинь русской сцены у своего рояля, не потерял за эти годы ничего из своего богатого репертуара и первоклассной техники благодаря невероятной требовательности к себе и трудолюбию. На этот раз образцовой не удалась сцена графини из «Пиковой дамы», а ведь некогда она была без преувеличения лучшей графиней всех времен и народов. На этот раз в ее старухе не было потустороннего. Болезненная старушка почти проговаривала на хорошем французском набор титулов и фамилий. То же самое можно сказать и про другую коронную партию Сантуцу и сельской чести Масканье, после исполнения которой в Ласкало образцову сами итальянцы признали вроде бы лучшей Сантуцей. Теперь же ей приходится размахивать руками, помогать всем телом при исполнении знаменитого романца, при этом позволяя себе даже рвануть страсть. Как уже понял читатель, у образцовой те же проблемы вокальной формы, не соотнесенные с подбором репертуара. Но хочу напомнить читателю, что никому из русских певиц следующих поколений все равно не удалось приблизиться к их высотам. Так что это не мрак, это лишь сумерки богинь. Мрак наступит с их уходом. Вот такой текст. В завершении я хочу рассказать историю, которая случилась с этой публикацией. Мои коллеги в отделе культуры газеты завели тетрадку и положили ее рядом с телефоном. Интернетом у нас тогда еще не пахло, и фидбэк читателей был либо в письмах, либо в звонках. Так вот неделю все журналисты вели статистику, записывая сколько возмущенных читателей звонили, чтобы поддержать образцовую и обидеть Архипову, а сколько наоборот. Когда лавина звонков заглохла, все тщательно посчитали и обнаружили, что количество звонивших с требованием извиниться перед образцовой, но уверенных при этом, что про Архипову все верно, было равно количеству звонивших с требованием извиниться перед Архиповой. Кажется, тогда я впервые понял, что всем читателям угодить невозможно. И как я уже не раз говорил, сколько бы я потом не приходил к этим выдающимся артисткам на интервью, не встречал их на пресс-конференциях, они никогда и бровью не повели. Это я сейчас всегда вспоминаю, когда со мной вступают в очный или заочный диалог оперные звезды, которые на самом деле только жалкое подобие тех богов и богинь. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, мы всегда говорим вам только правду. Мы экономим ваше время и ваши деньги. Будьте здоровы! И до новых встреч на канале Сумерки Богов! Субтитры подогнал «Симон»